Следующая тема, на которую был некоторый отклик, это герои и итоги года. Ну и тут, разумеется, никто не стал, естественно, мне перечить в оценке деятельности, скажем, Владимира Путина. Зато, как всегда, нашлось много защитников Дональда Трампа. Откуда это берется, я не знаю. То есть, у меня такое четкое ощущение, что среди зрителей АРУ-ТВ имеются такие очень боевые фракции. С одной стороны, фанатов Фредди Меркьюри, с другой стороны, фанатов Дональда Трампа. Я думаю, кстати, было бы интересно составить такой виртуальный дуэт Фредди Меркьюри и Дональда Трампа. Такие интересные. Че шарики? Интересно, чтобы они спели. Я думаю, американский гимн. Значит, звездный полосатый флаг. Значит, по поводу Трампа. Ну, пишут все одно и то же, что Трамп поднял американскую экономику, что за Трампа голосуют там настоящие американцы и все такое прочее. Ну, и иногда сравнивают его с Бараком Обамой. Скажем, вот Барак Обама не давал американцам поставлять в Украину какое-то там летальное оружие. А Трамп дал это летальное оружие украинцам. Но я не знаю, насколько оно летальное, как оно там летает. Но, во всяком случае, я не говорю, что Обама был безупречен. Я говорю о том, что Трамп плох. Даже если он сделал пару приличных вещей за свою карьеру, это никак не компенсирует всего того идиотизма, который он наворотил. Я могу привести только несколько примеров, причем таких суровых. Один из суровейших примеров состоит в том, что Дональд Трамп полностью расколол американское общество. Я в Америке бываю все время на протяжении последних 30 лет. Нет, или 40 лет. В общем, давно, с конца 80-х годов. Знаю тысячи американцев, объездил всю страну. Ну, в общем, неплохо разбираюсь в тамшней житухе. И я могу вам сказать, что такого раздрая, как сейчас при Трампе, в Америке не было никогда. Естественно, там всегда были республиканцы, демократы, консерваторы, либералы. Это имеется повсюду. Но в данном случае это приняло совершенно бешеный, такой агрессивный и крайне, на мой взгляд, болезненный характер. Естественно, демократы презирали некоторых американских президентов. Ну, там, скажем, Никсона, которому даже импичмент устроили. И последний, естественно, был Джордж Бутш-младший, которого не без оснований считали просто идиотом. Ну, в общем-то, относились они, тем не менее, к этим людям нормально. К Трампу относятся просто как к омерзительной твари, к грязному животному и так далее. И ненавидят его, ну, вот так же, как ненавидят Путина, такая вот самая неистовая часть нашей оппозиции. Точно так же американские реднеки, то есть пролетариат, всякие вот эти там христиане, фундаменталисты, правые, ультраправые и так далее, они так же бешено Трампа обожают. И страна находится в каком-то смысле даже в худшем положении, чем в России. Потому что в России, ну, вот я себе представляю российскую ситуацию в плане отношения к Путина таким образом. Имеется 15, примерно, процентов населения, которое Путина люто ненавидят и совершенно не приемлют. На противоположном конце имеется 15 процентов населения, которые являются бенефициарами путинской системы, госчиновники, менты, там, в общем, все те, кто на Путине его режимами наваривают, плюс идиоты, там, вот эти бабушки за Путина и так далее. Я тоже думаю, ну, их процентов 15, может, 20. А между ними имеется вот такая вот аморфная масса процентов 70, которые, в общем-то, давно уже и на политику, и на Россию, и на себя махнули рукой. Живут себе как можется и так особо-особо не тужатся. На выборах обычно голосуют за Путина, потому что, ну, как бы, а за кого еще, в общем-то, им тоже уже это все пофигу. В Америке по-другому. Там вот 50 процентов за Трампа бешено, 50 процентов против Трампа также бешено. Среди моих знакомых 100 процентов, 100 процентов, Трампа ненавидят. Мои знакомые – это, в общем-то, интересные люди. То есть это музыканты, журналисты, артисты, университетская профессура, какие-то молодые, значит, такие интересные ребята, там, из IT, мелкого бизнеса и так далее. Для них, для всех Трамп – это просто вражина, жуткая вражина. Что касается до реднеков, вот этих американских жлобов, естественно, их тоже очень много. Ну, считайте, там, все сельское хозяйство, все эти рабочие из Детройта, где кризис и работы нет. Плюс там какие-то просто фрики, правые такие националисты, куклуксклановцы и так далее. Этого говна в Америке тоже более чем достаточно. Таких людей среди моих друзей, просто знакомых, нет. Еще подчеркиваю, ни одного. Когда, скажем, у меня был смешной случай, я пригласил вот этим летом в Америке, значит, где я подрабатывал, устроили мы с семьей вечеринку и пригласили довольно много народу. И некоторые звонившие мне знакомые говорили, да, да, спасибо за приглашение, прекрасно. И тут же такой вопрос, а там не будет республиканцев? А там не будет сторонников Трампа у вас в гостях? Я говорю, не-не-не, успокойтесь, у нас все свои. Вот такая история. Вы считаете это хорошо для Америки или вообще для любой страны? Нет, это очень плохо для любой страны. Она абсолютно расколота. И пока эту шваль из Берлого дома не выкинут, вот этот раскол будет оставаться. Что, в общем-то, не является здоровым явлением. Что еще можно сказать по поводу подъема экономики? Дело в том, что Трамп принял экономику Америки из рук Барака Обамы в очень хорошем состоянии. То есть, она была на подъеме, она была в режиме роста и так далее. И заслуга его состоит только в том, что он, в общем-то, эту ситуацию не ухудшил. Что продолжается, значит, такое постепенное оздоровление, что ли, американской экономики. Без, кстати говоря, каких бы то ни было прорывов. Зато, как вы знаете, во внешней политике там все очень плохо у Америки. И со старой Европой она поссорилась. И с Китаем она постоянно ссорится. И Трамп объявил, что будет, значит, уходить из Сирии. А это значит, что Сирия остается на откуп России и Ирану. Что вообще пушной зверек-писец. Вот, очень умная история. Даже дело с Северной Кореей, где он точно мог бы легко добиться большого успеха, даже это он, ну, если не просрал окончательно, то, по крайней мере, как бы никакой победы и никакого установления мира и спокойствия и безъядерности там нет. Да, кстати говоря, совсем забыл, значит, когда тут пишут всякие люди, типа, Маджахед, Иван Иванов, Федор Федор, это вот такие у нас трампоманы. Когда они пишут, что большинство американцев проголосовало за Трампа, а я, типа, против демократии. Хочу вам сообщить, это общеизвестный факт, что на самом деле за Хилари Клинтон проголосовало больше народу, на 3 миллиона больше американцев, чем за Трампа. Трамп стал президентом не потому, что за него проголосовало больше людей, а потому, что в Америке двухступенчатая избирательная система. И там все довольно хитро, просто за Хилари Клинтон больше проголосовало народу в больших штатах, а за Трампа, наоборот, в каких-то мелких. А количество избирателей, точнее, не избирателей, это называется, а выборщики, количество выборщиков там непропорциональное. Поэтому получилось так, что народу больше проголосовало на 3 миллиона за Клинтон, а выборщиков больше оказалось у Трампа. Так что, это американцам надо свою мудацкую систему избирательную менять, а не заниматься демагогией, что за кого-то там проголосовало больше всего народу. Ну вот, собственно говоря, все, наверное, что я хотел сказать. И в заключении, чтобы закрыть и тему Трампа тоже, кто-то тут пишет. И только леволиберальные придурки с больших городов, всякие нахлебники и пидорасы выступают против Трампа. СССР до сих пор живет в сердцах левацкой американской профессоры и либеральной голливудской интеллигенции. Не пропали даром миллионы потранченные на пропаганду левачества в США. Так что, Трамп спасение США и мира от этих красножопых гнит. Значит, по поводу выражения красножопых, я хочу сказать, что в Америке бытует выражение «реднек», «красношей». Ну, примерно то же самое, что «красножопый». И вот «реднеки» – это как раз те, кто голосует за Трампа. Всякие водители-дальнобойщики, сельскохозяйственные рабочие и куклуксклановцы. Вот это «реднеки». Что касается долиберальной голливудской интеллигенции, то что бы вы, маджахет, делали без американской интеллигенции, без американских ученых, которые весь мир наводнели своими изобретениями, без голливудского кино, без американской музыки и так далее. А вот все эти люди, в отличие от вас, маджахет, если вы живете в Америке и пашете там мотыгой, вот эти люди, они как раз Америку настоящую, настоящие американские ценности, вот только эти люди и создают. Продолжение следует...